Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, что делать, если ваш паяльный фен перестал дуть. У меня есть паяльная станция фирмы Kordak 868D. Она оснащена паяльником и паяльным феном. И вот буквально через час работы паяльный фен перестал дуть. Необходимо его ремонтировать. Если включить паяльный фен паяльной станции, то никакого движения нет. Вентилятор не работает, а нагреватель-элемент греется и отсюда идет дым. Долго так не держите, чтобы не перегорел нагревательный элемент, а срочно ремонтируйте этот фен. Сейчас нагревательный элемент фена горячий, поэтому ждем пока он остынет и начнем разборку фена. Для разборки фена необходимо открутить два шурупа, которые находятся в основании ручки паяльного фена. Затем откручиваем пластмассовую соединяющую часть, которая находится возле нагревательной головки фена. И после этого раскрываем корпус паяльного фена. Внутри ручки паяльного фена находится такой маленький микровентилятор, турбинка. Часто перегорает на нем обмотка или же к нему не поступает напряжение. Необходимо проверить обмотку этого вентилятора, а также поступление напряжения к нему с помощью тестера. Я его пока отрежу и выему. С помощью тестера замеряем сопротивление обмотки вентилятора. Как видите, где-то обрыв. Скорее всего сгорела катушка. Необходимо менять эту турбинку. Для замены этой турбинки я купил в интернете такую же самую фирмы Лукей 702 дробь 852D. Это универсальная турбинка, вентилятор, который используется на многих паяльных фенах. Единственное, что здесь нужно будет отрезать контактную группу и припаять напрямую. Эти две турбинки почти идентичные. отрезаем от него разъем контакта и залуживаем эти контакты для пайки. на провода одеваем кусочки термоусадочной трубки. и после этого припаиваем контакты между собой. Красный красному, черный черному. После этого одеваем термоусадку на места спайки и хорошо ее прогреваем. Теперь можно собирать корпус фена в обратном порядке. Устанавливаем на свое место вентилятор. Здесь есть такая насадка, надо смотреть строго вперед. и закрываем корпус. Стараемся, чтобы провода нигде не были прижаты корпусом. и скручиваем болты фиксации. и прикручиваем на место верхний отражатель корпуса. После этого проверим работу паяльного фена. Как видите, фен начал дуть. Вентилятор работает тихо. Значит, вся работа сделана правильно. Теперь проверим работу регулятора подачи температуры и воздушного потока. Фен работает без проблем. Из фена идет довольно горячий воздух. Значит, он исправен. Мы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как отремонтировать паяльный фен паяльной станции, если он не дует. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok